Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес юго-запад, участок 103, возле рынка Тобыс. Телефон 947-500. Выпуск подготовлен при поддержке Храмтауского кирпичного завода. Стройте с нами красиво и надежно. Город Храмтау, промзона, улица Окраина, участок номер 2, телефон 8-71-336-3-61-35, отдел сбыта, сотовый 8-705-40-22-487. Стройте красиво и надежно. Храмтауский кирпичный завод производит и реализует кирпич керамический, облицовочный, пустотелый, одинарный и утолщенный, различных марок, гладкий и с рисунком. Безупречное качество по ГОСТу 530-2012. Гарантия до 148 лет. Всегда в наличии на складе. Нужен кирпич? Лучшее рядом. Храмтауский кирпичный завод. Ну и есть, где размечено хорошо, свежо, понятно. Есть, где не размечено. Где разметка? Коммунальщики обещали провести разметку актюбинских дорог, как только высохнет асфальт, но до сих пор не выполнили обещания. В речке нет воды. Сказали. Спасайся, кто как может. Дефицит запасов речной воды заставляет дачников в отдельных районах идти на вынужденные меры. Сейчас большинство садоводов стараются заиметь собственные скважины на участках. Подробности в выпуске. Ну, я как говорила, уже путевок нет. Путевки уже все проданы. Проданы были в феврале месяце еще. В этом году летним оздоровителям отдыхом планируется охватить 60 тысяч учеников из городских школ. Как выяснилось, некоторые загородни лагеря уже распродали путевки на все сезоны. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. К предполагаемому приезду президента Казахстана в октябре интенсивно работают коммунальные службы. Убирается мусор с улиц города, проводятся косметические работы. Но одну из основных проблем наших дорог – отсутствие разметки – устранить пока не удается. Теплая и сухая погода в октябре установилась довольно давно, а новую разметку нанесли лишь на главных улицах города. А вот объездные трассы и дороги второстепенного значения остаются нерасчерченными. Так, к примеру, дорога по проспекту 312-й стрелковой дивизии размечена лишь частично. От автовокзала и почти до моста на 5-й микрорайон очерчена только разделительная полоса, и то разметка осталась еще с прошлого года. Далее нанесены свежие полосы, но только до внешних границ заезда на мост. Странный подход к дорожным работам местные коммунальщики пока не объяснили. В городском ЖКХ по поводу разметки автодорог никакой информации не предоставили. Специалисты ссылаются на руководство, руководство находится в Акимате и на телефонные звонки не отвечает. Так что о том, насколько хорошо продвигается работа или же плохо по разметке наших дорог, остается только догадываться. Актюбинские водители в большинстве равнодушно реагировали на вопрос о дорожной разметке, хотя нашлись и те, кто недоволен отсутствием положенных обозначений на городских дорогах. Ну, есть где размечено хорошо, свежо, понятно. Есть где неразмечено. Ну, вообще, это насколько опасно вообще, вот неразмеченные наши дороги? Ну, вообще, разметка должна быть. Вот, к вашему мнению, много улиц, на которых нету никаких разметок? Вообще, проблемы есть какие-то с этим? Да, разметок много где нет. А где, на каких улицах? Вот, можете вспомнить? Сейчас я не вспомню. Ну, много где нет. А больше вот в старой части или в новой части таких вот неразмеченных? В новой части. Еще весной коммунальщики обещали вплотную заняться обслуживанием местных дорог. Как всегда, причина затягивания этого процесса, по их словам, крылась в невысохшем после зимы асфальте. Но прошло уже больше месяца. Дороги давно уже сухие, а активных работ ЖКХ так и не видно. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев. Программа «Факт». Дефицит запасов речной воды заставляет дачников в отдельных районах идти на вынужденные меры. Сейчас большинство садоводов стараются заиметь собственную скважину на участках. Проблемы с поливом, как выяснилось, испытывают почти все коллективы, расположенные в районе Создинского водохранилища. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, гласил плакат в известном романе «Ильфа и Петрова». Похоже, крылатые выражения пора брать на заметку актюбинским дачникам. В этом сезоне с поливом стало туго, как никогда. В речке нет воды. Сказали, спасайся кто как может. 2019 год. Бурите себе каждую скважину, делайте все. Вот я все делаю. В садоводческом коллективе энергоучасток 168 у Создинского водохранилища порядка 70 членов. Все они сейчас стараются решить возникшую проблему. Предпочтительнее в такой ситуации пробивать скважины. Вода хоть и не совсем пригодна для полива растений, она и по составу, и по температуре уступает речной. Но, по крайней мере, дает хоть какие-то гарантии. Опять же, дело это затратное. Спокойны лишь те, кто позаботился об этом намного раньше. Поливаю дачу со своего личного скважины, которую мне пробурили еще в 20 веке, в 80-х годах. Тогда не было насосов, нельзя было ничего купить. Сейчас, пожалуйста, все. Я поливаю сейчас 220 насосиком, все, и воды мне хватает. На участке уже почти все высажено, грядки поливаются своевременно, и дачники рассчитывают на хороший урожай при благоприятных погодных условиях. Тем временем власти решают вопросы по расширению городской инфраструктуры, и Создинское водохранилище должно стать источником полива нескольких центральных парков. Для проведения работ по водоотведению шлюзы временно закрыты, а река Создинка выглядит крайне обезвоженной. Возможно, по завершению проекта проблема полива дачных участков тоже разрешится положительно. Хотя к тому времени большинство садоводов уже самостоятельно справятся с задачей, либо и вовсе утратят интерес к благородному занятию. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт». В этом году летним оздоровительным отдыхом планируется охватить 60 тысяч учеников из городских школ. Пять загородных летних лагерей и 66 пришкольных уже готовятся принять ребятишек. Как выяснилось, некоторые загородные лагеря уже распродали путевки на все сезоны. Самые расторопные правкомы и родители забронировали места и купили путевку для своего ребенка еще в феврале. Летним оздоровительным отдыхом только в Ак-Тубе будут охвачены 60 тысяч школьников. Таковы данные городского отдела образования. С началом календарного лета свои двери распахнут больше 60 пришкольных детских лагерей и пять загородных. До начала первой смены считанные дни, а в учреждениях самый разгар подготовки. Вот, к примеру, один из загородных лагерей. Здесь идет ремонт. Рабочие меняют обои, красят беседки, обновляют столовый инвентарь. Ожидается, что за лето здесь отдохнут 600 ребятишек. Стоимость путевки в лагерь не из дешевых. За 10 дней пребывания ребенка родители заплатили по 50 тысяч тенге. Путевки у нас стоят 50 тысяч. Детей у нас будет 120 в один сезон. Сезон лица 10 дней. Шесть сезонов мы планируем принять. Ну, я как говорила, уже путевок нет. Путевки уже все проданы. Проданы были в феврале месяце еще. Значит, у нас АЗФ, АЗХС предприятия, Хромтовский Востоксервис. Ну, много у нас организаций, которые с нами на протяжении очень многих лет работают. Поэтому такая немножко популярность в лагере, что... Ко встрече с юными отдыхающими готовятся и их будущие вожатые. Молодые, энергичные, с неиссякаемой фантазией. Курсы вожатского мастерства, как оказалось, студенты проходят, каждый на базе своего вуза. В этом лагере будет работать молодежь из университета имени Жубанова. Методисты же разрабатывают всевозможные проекты. В лагере шестиразовое питание, тренировки, плавание в собственном бассейне, игры, викторины, экскурсии. Все эти развлечения влияют на конечную стоимость путевки, говорит администратор лагеря Найляна Сырова. В сфере детского отдыха женщина работает не первый год и признается, что в этом году стоимость путевки стала выше на 5000 тенге. В прошлом году было 45 тысяч. Нет, я не считаю, потому что мы в лагере очень много вкладываем. Очень много вкладываем в лагерь для того, чтобы на следующий год у нас тоже были те же люди, пришли. Вот у нас капитальный ремонт идет в гостинице. Вот. У нас улица. Это у нас вожаты. Это кастинг обязательно идет. Мы выбираем этих людей. Затем повара. Поваров тоже выбирают. Ну, у нас свои повара, которые много лет работают, они знают. Вот. Ихняя зарплата. Это тоже, значит, это тоже сумма. Электроэнергия, газ, свет. Это все входит в сумму оплаты за путевку. Загородные пришкольные лагеря, детские площадки, кружки по интересам, языковые лагеря, краеведческо-туристические, эколого-биологические, спортивные. Вот такие виды лагерей будут действовать этим летом. Стоимость путевок во всех частных лагерях разнообразная. При этом почти 1118 школьников смогут получить путевки в загородные лагеря бесплатно. Это дети из льготной категории семей. Еще 2634 ребенка за счет средств из бюджета смогут также бесплатно отдохнуть в пришкольных лагерях. Всего из бюджета на организацию летнего отдыха выделено 65 миллионов 370 тысяч тенге. Лиза Цакива, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Актюбинские предприниматели готовятся к республиканским конкурсам «Алтенцапа» и «Лучший товар Казахстана». Представители порядка 30 предприятий области приняли сегодня участие в обучающем семинаре по критериям оценки конкурса на соискании премии президента страны. В ходе семинара эксперт Департамента развития малого и среднего бизнеса НПП «Атамикен» Мадина Мукатова рассказала потенциальным участникам конкурса о требованиях и условиях его проведения, подготовке необходимых конкурсных материалов. Она также разъяснила понятие критерия, возможности и результаты, организовала проведение самооценки и ознакомление с методом оценивания. Как отметили представители Палаты предпринимателей, от правильно оформленной заявки зависит 90% успеха, так как отборочная комиссия первоначально будет судить по документам. Заявление на участие в конкурсах принимается до 25 июня включительно. Участие для компании, абсолютно бесплатное, победители регионального этапа поборются за звание лучших в столице на республиканском конкурсе. Данные семинары организовываются в рамках проведения конкурса «Алтынсапам», конкурса «Лучший товар Казахстана». Здесь мы перенимаем лучшие мировые практики в области повышения качества продукции, качества услуг и повышения качества уровня жизни в нашей республике. В целом, наша задача провести разъяснительную работу как в техническом аспекте, то есть оформление документов и разъяснение содержательной части того материала, который предоставляется на конкурс «Алтынсапа» и «Лучший товар Казахстана». Конкурс «Алтынсапа» проводится по трем номинациям – лучшие товары производственного назначения, лучшие продовольственные товары. Каждой номинацией определяется по три победителя. Дипломанты конкурса получают право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Всемирная организация здравоохранения обнародовала новую международную классификацию болезней, в которой игромания признана психическим расстройством. Документ в эти дни рассматривается на Всемирной ассамблее здравоохранения. Так, новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни, сообщает «Тенгриньюз». Сегодня мы провели БЛИЦ-опрос и узнали, что по поводу игромании думают актюбинцы. Я думаю, чем время тратить лучше детям своим, работать и книгу читать. Надо спортом заниматься, что там, букмекисты. Не, закрыть-то мы не сможем, конечно. Но сами спортсмены должны спортом заниматься, а не на букмекисты. Они это кто, как вы думаете, сейчас играют? Я их же не видел. Молодежь? Ну, молодежь в основном. Надо спортом или как-то улечься к другому. К наркомании это слишком, но это нездоровый интерес, я считаю. На ваш взгляд, сейчас много молодежи играющей? Ну, я думаю, что очень много. Это проблема. А почему проблема? Может, вы что-то слышали? Ну, я не слышала. Ну, как конкретно, я не слышала какой-то там определенный случай. Но я думаю, что если это будет так продолжаться, то, ну, я не знаю, молодые люди, наверное, не будут вообще мыслить, думать. Лучше вот спортом заниматься. Они же там деньги, говорят, зарабатывают. Вот вы как к этому относитесь? Ну, просто легкие деньги же. Ведь не даже трудом надо. Да, это плохо, что играют. Некоторые из дома все выносят, продают. А потом эти деньги несут букмекерские конторы и делают ставки. Все-таки, наверное, это болезнь. Президент Абхазии Рауля Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике. По его словам, действия оппозиции обостряют общественно-политическую ситуацию. Факты, наблюдаемые нами в последние дни, свидетельствуют о попытках захвата власти, несмотря на то, что лидеры оппозиции пытаются объяснить их благими демократическими устремлениями, заявил президент в обращении, опубликованном на своем официальном сайте. По словам Рауля Хаджимбы, целью оппозиции является досрочная отставка главы государства. 20 мая абхазская оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения у здания парламента в Сухуме после решения депутатов не переносить выборы президента с лета на осень. Оппозиционеры требуют отставки действующего главы республики. Ночью сторонниками оппозиции перекрыты посты ДПС на республиканской трассе. Сегодня протестующие заявили о решении разблокировать движение. При этом они отметили, что если их требования не будут удовлетворены, то они вновь перекроют главную автомагистраль страны, сообщает ТАСС. По последним данным, на площади перед парламентом в Сухуме собрались около 300 человек. Они требуют переноса даты выборов и отставки президента. Сотрудники милиции охраняют общественный порядок. Также стянут спецотряд быстрого реагирования МВД Абхазии. Представители власти не выходили к участникам оппозиционного митинга. Ранее оппозиция потребовала перенос даты выборов в связи с ухудшением самочувствия основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Абджани, которого из-за резкого недомогания госпитализировали в Москве. Группа генпрокуратуры Абхазии 20 мая в Москве приступила к работе для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции. О других событиях мира и нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана только тогда, когда они будут готовы. Он добавил, что на данный момент переговоры с Ираном не ведутся. Глава государства также вновь предостерег власти Ирана от провокационных действий и угроз в отношении США, хотя и указал на отсутствие каких-либо признаков такого поведения Тегерана. Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он возможной войной с Ираном, глава Белого дома заявил. Посмотрим, что произойдет. Он обвинил власти Ирана в крайней враждебности по отношению к США. Как передал в понедельник телеканал «Аль-Джазира», президент Ирана Хасан Рохани заявил, что Соединенные Штаты не менее 10 раз предлагали его стране начать переговорный процесс. Однако, по его убеждению, сегодняшние условия не подходят для начала диалога. США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное России экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За проведение такого заседания выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея. Официальный представитель России в ООН Василий Небензи заявил, на Украине на наших глазах вводится языковая инквизиция. Если вы это считаете нормальным, то русскоговорящих украинцев такая ситуация устроить не может. Она закладывает бомбу замедленного действия под все усилия по возвращению стабильности и общественной сплоченности в соседнее для нас государство, к чему неоднократно призывал новый украинский президент. В конце выступления Василий Небензи в ироничной форме поблагодарил западных коллег за то, что они еще раз показали, что в отношении Украины руководствуются целиком и полностью двойными стандартами и заявил, что вновь поставит этот вопрос перед Советом Безопасности после того, как одиозный закон вступит в силу. Зеленский просит американцев ужесточить антироссийские санкции. Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации и Конгресса США, прибывших в Киев, для участия в церемонии инаугурации главы государства. На официальном сайте президента говорится, что Зеленский выразил благодарность представителям США за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении реформ. США мощный и очень серьезный партнер для Украины, в первую очередь в преодолении российской агрессии. Самостоятельно преодолеть агрессию России на Донбассе и в Крыму мы не сможем, поэтому нам нужна ваша помощь, заявил Зеленский. Он добавил, хотел бы призвать вас, чтобы США продолжили ужесточение санкций против Российской Федерации. Внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут 21 или 28 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Герасченко после консультации с президентом страны Владимиром Зеленским. Сегодня Зеленский пригласил на консультации лидеров фракции Рады и ее руководства по вопросу досрочного прекращения полномочий парламента в связи с тем, что накануне, вступая в должность, президент заявил о распуске Рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Согласно Конституции, внеочередные выборы в Верховную Раду назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Кастак сообщает, в Алматы более 70 ипотечных заемщиков из разных регионов Казахстана собрались около городского филиала партии Нуратан, чтобы потребовать проведения кредитной амнистии. При этом среди озвученных требований было признание форс-мажора по ипотечным займам 2004-2009 годов. Своё обращение ипотечники адресовали президенту республики Касымжу Марту Токаеву, председателю Верховного Суда Жакип Асанову, генеральному прокурору Гизат Нурдовулетову, спикеру Сената парламента Дариге Назарбаевой и другим. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы, далее в программе «Факт» вы увидите. Сегодня отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник созвучен нашему казахстанскому. 21 мая – традиционный профессиональный день работников культуры. В средней школе номер 64 состоялась историко-познавательная конференция, посвященная памяти общественного и политического деятеля Узакпая Кулымбетова, в честь которого названа школа. Победители Международной дистанционной олимпиады сегодня наградили медалями. На Олимпийский парад съехались около 200 школьников и более 20 представителей образовательных учреждений Казахстана. Верить в людей, помогать другим – этому нас учили с детства. На любой работе, в любой должности нужно служить народу честно и преданно. Ельбаса призвал нас слушать людей, понимать их потребности и заботы, ценить дружбу и единство народа Казахстана, беречь наследие старших и поддерживать молодежь. Только так мы будем сильны. Только так мы будем процветать. Казахстан 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 ОКТУБРАДИО Слушай любимую радиостанцию в своем телефоне там, где ты хочешь. ОКТУБРАДИО Слушайте онлайн. На сайте тройное W. ОКТУБРАДИО.КИЗ ОКТУБРАДИО.КИЗ ОКТУБРАДИО Вы смотрите программу «Факт» на Рико-ТВ и мы продолжаем. Сегодня отмечается Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник созвучен нашему казахстанскому. 21 мая – традиционный профессиональный день работников культуры. В декабре 2002 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 мая Днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник был учрежден специальной резолюцией, в которой всем государствам-членам ООН было предложено содействовать позитивной роли культурного разнообразия. В нашей стране этот день также отмечается, но под знаком профессионального праздника всех работников культуры. 21 мая по Республике Казахстан отмечается как бы День работников культуры. Сюда входят все категории – это и библиотекари, и работники планетарий, театров. Хотя есть специальные дни отведенные, это День театра в марте, День музея в мае, но однако всех их объединяет праздник 21 мая – День работников культуры. К Дню работников культуры проходят различные мероприятия во всех регионах нашего государства, в областных центрах, в районах. Честуют ветеранов, работников культуры, форумы проходят, то есть подводят итоги за прошедший год, какие достижения, к чему пришли и планы на будущее. Каждая организация, так или иначе связанная с решением задач культурного развития наших граждан, способствует воплощению провозглашенных идей мировых организаций в жизнь. Будь то государственные учреждения, частные фирмы, неправительственные организации или фонды. А самым показательным моментом в сохранении конструктивного диалога в данном ключе является Ассамблея народа Казахстана, где бок о бок творят и развиваются этнокультурные объединения. Всего их в нашей области 18. В каждом действуют музыкальные коллективы, воскресные школы, языковые курсы, кружки. И проводятся мероприятия согласно утвержденному плану. Также 25 мая у нас в республике отмечается День славянской письменности и культуры. По этой дате мы ждем почетных гостей. Это будут представители консулы Российской Федерации, которые курируют славянскую диаспору. Будут встречи. А также мы за круглым столом будем говорить о русском языке, о проблеме русского языка. Сюда мы пригласили преподавателей высших учебных заведений, колледжей, которые поделятся опытами на сегодняшний день, какие у нас имеются достижения. А к тому же в завершении этого мероприятия у нас состоится концертная программа творческих коллективов Актюбинского регионального центра «Славяне» и Национально-культурного центра «Оксана». Если же говорить о культурном разнообразии в процессе нашей обыденной жизни, то и здесь актюбинцы сошлись во мнении, поддерживать культурные связи с представителями других народов необходимо. В этом наша стабильность, наша сила и надежда на прогресс. Культурные связи необходимо расширять для дружеских отношений, так как у нас многонациональная страна, более 136 национальностей, поэтому, ну как бы, чтобы было мир и согласие среди народов, культура необходима. Для чего нужно поддерживать культурный диалог? Ну, для самореализации, чтобы и самим было интересно. Для населения. Что дает населению культурное общение с другими народами, странами? Общение дает. Культурная жизнь. В первую очередь человек сам должен развиваться, саморазвиваться. Культурно? Культурно, да. Культурно. Ну, это, наверное, зависит от человека, какое у него мировоззрение, образование, круг общения. Я так думаю. Ирина Гутиц, Алексей Уразов, программа «Факт». Победители Международной дистанционной Олимпиады сегодня наградили медалями в Академии творчества. На Олимпийский парад, организованный сотрудниками Международной Академии педагогики и инновационных технологий, съехались около 200 школьников и более 20 представителей образовательных учреждений Казахстана. 16-летний Арсен в будущем хочет стать журналистом, поэтому и идет к своей мечте еще маленькими, но уже уверенными шагами. Сегодня он приехал из Атраусской области за своей медалью, которую получил за отличное знание казахского языка и литературы. Молодой человек признался, что Олимпиада была сложной, но интересной. С главным заданием, сочинением на тему патриотизма, Арсен справился легко. Я участвовал в Международной Олимпиаде по казахскому языку, по дистанционной Олимпиаде и написал сочинения на тему Родина. При подготовке мы примерно написали темы, которые могут попасть туда, и на эти темы мы написали свои сочинения. Сегодня самые активные участники и победители дистанционных Олимпиад встретились в одном месте, познакомились и поздравили друг друга с победой. Из 700 победителей собрались около 200 школьников из Ак-Тюбе, Ак-Тау, Атраута до Кургана и Уральска. Олимпиада проводилась почти по всем школьным предметам и состояла из двух этапов. Победители участвовали в Международной дистанционной Олимпиаде, которая проходила у нас в городе Ак-Тюбе с октября месяца по май. Последний итог торжественно и традиционно мы, конечно же, закрепляем в городе Ак-Тюбе. В данной церемонии награждения будут награждаться участники, победители нагрудными медалями, победители международных Олимпиад. С концертной программы для гостей из Управления образования Ак-Тюбинской области выступили юные и профессиональные артисты. Дипломами первой, второй и третьей степени награждались не только школьники, но и директора школ страны в номинации «Лучшее образовательное учреждение». Победителям вручили памятные подарки. Амира Таутенова, Мирлана Манжолов, программа «Факт». В средней школе номер 64 состоялась историко-познавательная конференция, посвященная памяти общественного и политического деятелю Закпая Кулымбетова, в честь которого названа школа. Присутствовавшие на мероприятии ученые-историки, краеведы, учителя школ и преподаватели вузов возложили цветы к монументу «Политика», находящегося во дворе школы. Раньше, если честно, я не знал этого человека, и очень жаль, и зря это большое упущение. И когда я пришел в школу, мы узнали об этом человеке, об этом великом человеке. Поэтому, мне кажется, эта молодежь сейчас должна знать этого человека, этого хорошего, умного и великого человека. Конференцию открыл краевед, член Республиканского общественного фонда Кахармана Бекарастана Морзабаев, который рассказал об общественной деятельности Закпая Кулымбетова и о его участии в решении вопросов о рациональном использовании казахских земель, увеличении поголовья скота. Он также подчеркнул, что именно Кулымбетов стоял у истоков образования Первой Казахской Советской Республики. Мероприятие завершилось представлением фотовыставки и выступлением Акына Коэнбая Табагат-Былова. В минувшие выходные в Уральске завершился республиканский турнир по боксу среди студентов в рамках летней универсиады. Актюбинские спортсмены привезли четыре медали – две бронзы и два серебра. Защищали честь Актюбинской области боксеры из АРГУ имени Жубанова, которые завоевали третье общекомандное место. Соревнования прошли на хорошем уровне. Я в нем стал победителем. Я провел три боя. Первый бой с соперником из Астаны, второй бой из Паладар. И в финале я встретился с соперниками сто раз. Финальный бой сложился. Очень сложно. Но я в нем одержал победу. Две бронзы выиграли кандидат в мастера спорта Женебек Картбаев и мастер спорта Рай Сейджанов. Третий студент Куандыка Абай уехал из Уральска с серебром. В турнире приняли участие 18 команд и 89 студентов-боксеров из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Мангустаусской областей, а также из городов Алматы и Нурсултан. Актюбинскую сборную сопровождала тренер-преподаватель мастер спорта Азиза Убиньязова, которую также наградили за подготовку чемпионов. В Лигу Европы пробилась студенческая команда из Уэллса. В новом розыгрыше футбольной лиги Европы наряду с профессиональными клубами сыграет и полулюбительская команда «Кардиф Метрополитен» из Уэллса. Клуб, составленный из учащихся университета Кардифа, пробился в евротурнир по итогам чемпионата этой части Британии. За Метрополитен выступают будущие тренеры по разным видам спорта, а также студенты, изучающие спортивную психологию, анализ деятельности атлетов и другие специальности, связанные со спортом, сообщает eurosport.ru. В финале плей-офф за путевку в Лигу Европы они обыграли профессиональный клуб «Балатауна» в серии пенальти после счета 1-1. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы ищите работу? Разместите резюме на электронной бирже труда. Зайдите на сайт www.enbeg.kz, заполните регистрационную форму «Разместите резюме». Просматривайте предложения от предприятий и организаций. Выбрав подходящее, нажмите «Отправить резюме». Получая приглашение от работодателей, вы можете принять их или отказаться. Тройное W.enbeg.kz. Электронная биржа труда. Это удобно, быстро и бесплатно. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikotv.kz свежий номер и архив материалов. Фото и видео, опросы и конкурсы. И еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова